Всем привет! Сегодня рассмотрим проблему мерцания экрана в Counter-Strike Global Offensive. С недавних пор обнаружил, что в меню Counter-Strike экран моргает черным, а вот в самой игре, то есть в самой катке, экран моргает белым, просвечивая текстуры. Все это происходит при открытии оверлея и прочтении сообщений новых. То есть приходит новое сообщение, открываем оверлей, или же бывает, что после того, как сразу пришло сообщение, начинаются вот такие вот мерцания. Что нам следует знать о специфике этой проблемы? То есть была ли эта проблема изначально при установке контрей, либо же она появилась ввиду каких-либо ваших действий, то есть после обновления драйверов или обновления Windows, либо же после неудачного завершения работы операционной системы. Тем самым вы будете понимать, куда копать. Хочу подметить, что сперва стоило бы проверить, нет ли такой же проблемы в других играх, то есть точно ли проблемы в Counter-Strike Global Offensive. Также стоит отметить, что подобного рода мерцания могут свидетельствовать о выходе из строя вашей видеокарты. То есть будет не лишним проверить видеокарту под нагрузкой. Для начала, не выходя из игры, хочу сказать следующее, что проблема решается в принципе просто, если у вас она была постоянно. Вы просто можете ограничить FPS до 60, после чего проблема испаряется. Также пробежимся по настройке графики. Обратите внимание, что здесь должно стоять на весь экран, то есть размер изображения. Если у вас стоит оконный режим, переключаем на весь экран. Также проблема исчезает, если включить вертикальную синхронизацию, после чего проблемы будто и не бывало. Но в этой ситуации, как и в случае с ограничением кадров в секунду, будет не больше 60 FPS. Такая ситуация устраивает не всех, особенно тех, у кого эта проблема появилась недавно. То есть раньше все было хорошо. Поэтому будем искать пути решения дальше. А теперь расскажу, что делал я, чтобы решить эту проблему. Во-первых, необходимо проверить целостность игровых файлов в свойствах игры. Далее, часто распространенная проблема, которая решается через настройки Steam в разделе Интерфейс. Необходимо убрать вот эту вот галочку. Менять размер текста и значков под настройки монитора. Проблема распространенная, после нее чаще всего все решается. Далее, что тоже очень важно, я бы проверил параметры запуска вашей игры. И для начала можно просто их убрать и запустить игру без них. Следующий немаловажный пункт, а даже скорее и самый важный, это проверка ваших драйверов. Их следует либо переустановить, а если вы обновлялись, то откатиться на предыдущую версию. Потому что видеодрайвера, как правило, могут быть причиной такого недуга. Если вы недавно обновляли Windows, то с операционной системой можно сделать то же самое. Откатить последнее обновление назад. Либо же воспользоваться точкой восстановления и вернуться на предыдущую сборку. Также я попытался попереключать профили настроек видеодрайвера. Далее лично у меня в ход пошла тяжелая артиллерия. Я не смог найти в предыдущих методах решения проблемы, и поэтому пришлось удалить Control. Также из папки Steam я удалил полностью папку Counter-Strike. Со всеми конфигами и картами. Да-да, конфиг придется настраивать заново. Ну и последний метод, который, кстати, мне помог. Я удалил полностью Steam вместе с играми, удалил все папки, которые были на других дисках от Steam, соответственно, со всем содержимым игр. И, соответственно, установил все заново. Я так полагаю, проблема была в Steam, так как он постоянно обновляется, и где-то что-то произошло, какой-то сбой. Мне помог только этот метод. Можно ли было решить проблему меньшими силами, не удаляя Steam? Вероятно, да, если найти поврежденный файл из Steam. Но, как понимаете, это маловероятно. Такой поиск очень затруднен по понятным причинам. Наверное, последнее, что я сделал бы, если бы не помог и этот метод. Он, конечно, банален и смешон, но я бы переустановил всю систему Windows.